Школьный музей Это музей боевой славы Немчиновского лицея. Большинство экспонатов переданы выпускниками, ветеранами и поисковым отрядом «Китиш». Предметы обихода, оружие, награды, дневники и документы военных лет. Это такие своеобразные мастер-классы для начинающих руководителей музея, например, для Марины Игоревны из Чесцов. Опять же, вот интересный сейчас случился эпизод. Она готовит материал о Евгении Никитиче Рыбкине, потому что какое-то время он работал как раз в Чесцовской школе. Хотя для нас это один из самых известных ветеранов нашего поселка, потому что долгое время был директором Немчиновской средней школы. То есть уже есть чем поделиться. Поделился опытом и Краеведческий музей. Здесь вся история Немчиновки. Книги, молитвословы, писания о немчиновских храмах, картины художников, прославивших поселок. Знакомьтесь, солнечный дар. Творчество немчиновской художницы Лешмединова Мила Абдурахманова. Эти ребята, несмотря на юный возраст, готовые экскурсоводы. Никто так, как они, не расскажет о родном музее. Ксения говорит, ей всегда было интересно узнать об истории края. И вскоре интерес перерос в настоящее увлечение. В этом году мы начали заниматься музейной деятельностью. Нам это очень нравится и это для нас очень большой опыт. Конечно, сегодняшнее мероприятие было очень волнительным. Мы с этим справились и поняли, что профессия экскурсовод очень увлекательна. Проект наш, он актуален. Почему? Потому что пыльные экспонаты, указка и скучный экскурсовод. Отходить уже от этого, конечно, надо. И музей должен двигаться. Он должен быть в движении. Поэтому у нас много акций. Вот на данном этапе семь. Семь акций в рамках этого проекта. Это у нас музей в чемодане. Увидите. Это музей Назаревской школы. Они такую инициативу выдвинули. Собственно, они были первопроходцами. Игрушки бабушек и дедушек, олимпийский мишка, персонажи советских мультфильмов. Все уместилось в музейном чемодане. Он хранит советскую историю. Равно как музей в портфеле, этот проект развивают звенигородские школьники. В этом музее собраны учебники, буквари и прописи, по которым учились в советское время. Авторы идеи, эти ребята, они готовы поделиться экспонатами с другими музейщиками. Подобные семинары проводятся уже около 9 лет. Но музей в движении стартовал только в этом году. В планах у организаторов привлечь к проекту как можно больше школьных музеев, чтобы музейная жизнь продолжала свое движение. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».